Всем здорова, ребят! И сегодня с вами я, Greenland, и ваша любимая рубрика «Проверка шалкеров». Суть этой рубрики. Я ищу шалкеры, которые есть на аукционе, скупаю их, дальше ставим и определяем, сколько мы денег потратили и сколько мы денег с этого шалкера получили. Если мы выходим в плюс, то это очень хорошо для нас. Мы получаем огромное количество денег. Либо же мы можем купить шалкер за 10 миллионов и уйти в полный ноль. И сегодня мы как раз таки это и проверим. Но для вас, чтобы не тратить огромные деньги на игры, есть специальный сайт. Хочешь поиграть на лицензионных серверах, таких как Hypixel или Mineplex, но лицензия Minecraft стоит как твоя почка? Не беда, ведь и есть GGSell. Это не просто сайт с продажей аккаунтов, а целая торговая площадка. То есть, когда ты покупаешь аккаунт, то твои деньги остаются в системе. И если возникнет какая-либо проблема, ты можешь обратиться в техподдержку. Помимо нашего любимого Майнкрафта, на сайте присутствует еще огромное количество игр на твой вкус, по очень сладким ценам. А для любителей халявы, ты можешь попытать удачу и крутануть бесплатное колесо с возможностью получить уже бесплатный аккаунт, либо бонус к пополнению. Ссылка на сайт GGSell находится в описании. Приятных тебе покупок! И вот мы уже в прекрасной локации, к которой я и буду ставить шалкеры. Конечно же, координаты этой базы я спалю где-то в середине, либо в конце ролика. В общем, в этом видеоролике вы точно их увидите. Мы будем ставить тут огромное количество шалкеров, потом вы можете прийти и абсолютно все это забрать. И баланс у нас составляет 25 миллионов монет. Также хочу сказать, что у меня совсем скоро наберется аж 20 тысяч подписчиков. Поэтому не забывай участвовать в конкурсе на герцога, ведь совсем скоро кто-то из вас его реально получит. А вот как раз таки условия, слушая их внимательно. Стой! Хочу тебе сказать, что я устраиваю глобальный розыгрыш донат-привилегий. Начиная от главы и заканчивая герцогом. То есть всего у нас 6 победителей. И весь донат будет выдаваться навсегда. Чтобы принять участие в розыгрыше, все, что тебе требуется, это поставить лайк под видеоролик, подписаться, конечно же, на канал и поставить колокольчик. И под каждым видеороликом с этим розыгрышем писать свой никнейм. Конечно, чем ты больше будешь активничать, тем больше шанса у тебя выиграть. А также вступить в мой дискорд-сервер и телеграм-канал. А итоги будут, когда на моем канале стукнет 20 тысяч подписчиков. Удачи тебе розыгрыша, а мы переходим к видеоролику. Так, ну что ж, настала пора, время покупать наши первые шалкеры. Все, что мы делаем, это пишем, ах, серш, шалкеровый ящик и покупаем. Начнем сначала, конечно, по лайту что-то делать, а потом перейдем уже к более таким сочным и сладеньким. Ну, допустим, огненные стержни за 1 миллион 700 тысяч монет. Допустим, саем их. В итоге у нас получилось реально фулл шалкер из этих огненных стержней. Но если мы сейчас посмотрим, сколько стоит один такой огненный стержень, то я пишу уже шалкеровый ящик, пипец. Огненный стержень 120 тысяч монет. Но также их продают по 50, по 60. Ну, плюс-минус мы берем среднее 70 тысяч монет. 70 тысяч монет нам нужно умножить на целых 27. В итоге мы получаем 1 миллион 890 тысяч, потратив на этот шалкер 1 миллион 700 тысяч. В итоге мы в плюсе на 180 тысяч монет. Это уже огромная плюшенция для нас. Так, следующий шалкер я купил за 100 тысяч монет. Тут написано огромное количество камня, но по факту в таких шалкерах просто покупают сначала камень, а потом в последнюю очередь кладут что-то годное. Давайте ставим и смотрим. Ну, конечно, тут Афина. Афина, что? Какого? Это реально Афина? Плюс 15 скорости, плюс 3 урона, плюс 15 скорости атаки, минус 2. Чего нахрен? Афина, сколько сейчас стоит Афина? Ах, Серж, Афина, стоять, стоять, ёпта. По 13 500, охереть. Афина просто за 100 тысяч монет на втором шалкере. Ну, это я почти полностью всю покупку шалкеров окупил. Так, вот это... Вы понимаете, что вы можете забрать просто Афину, когда вы придёте вообще на эти координаты? Так, главное купить сейчас быстренько зелье невидимости, чтобы эти координаты сейчас никто не спалил до выхода видеоролика. Вот это желательно сделать. Просто жесть, у меня нет слов. То есть, мы в плюсе на... Ещё 26 камня, пиздец. Так, всё, я не могу. В плюсе на 13 миллионов монет мы получили прибыли. Пи... У меня просто нахуй нет слов. Это же пиздец. Так что, ребят, смотрите ролик и получайте координаты, где лежит вот эта самая Афина. А мы переходим к следующему шалкеру. Следующий купил за 1 миллион 300 тысяч монет. Тут написано у нас Назеритовый тополар, алмазная кирка и так далее. Короче, разные плюшечки. Во-первых, опять две Афины. Бля, ну если бы и эти были уже настоящие, я бы просто, наверное, тут упал в обморок бы нахуй. Но это... Это просто капец. Так, в итоге у нас есть топор, эффективность 2 и дровосек 1. Дровосек это, в принципе, имба. Но он уже вдрызг просто сломанный. То есть, это полное говно. Тяжёлая кирка, максимум 50 тысяч. Топор такой, я не знаю, вообще не продаётся. Золотые блоки 20 штук. Ну, я не знаю, сколько там. Но тоже нищие деньги, где-то 300 тысяч, возможно, там, дай бог. Тут очень мало. Тут головы. Короче, это вообще не окупно. Ну, мы получили максимум, я не знаю, 200 тысяч, а потратили аж 1 300 000 монет. К сожалению, у нас сейчас началась просто негативная полоса. Но переходим к следующему. Так, вот такой вот интересный за 1 миллион монет я покупаю. И ставим, смотрим. Во-первых, тут есть у нас фулл сет на Z4. Даже некоторые есть Z3 вещи. Но 1 миллион они не стоят. Допустим, такие ботиночки, поножи и нагрудник. Ну, вот эти вот 3 предмета у нас, допустим, стоят по 200 тысяч монет. В итоге мы уже получаем 600. Дальше такой слим, но можно продать каким-нибудь образом за сотку. Также такие алмазные поножи, допустим, тоже за соточку можно. Уже есть 800. Ну, короче, 900 тысяч монет мы можем с этого получить. Ну, приблизительно мы уходим в 0. Но если так посудить не строго, ну, где-то 900к мы можем с этого реально залутать. Давайте к следующему. Опа, купил вот такой вот интересный, где написано еще тут есть незеритовый лом. Он стоит у нас 700 тысяч монет. Во-первых, что у нас тут реально имеется? Незеритовый лом. Уже неплохо, это 200 тысяч монет у нас он стоит. Песок душ это бесценно, хотя его можно, в принципе, продать. Дальше у нас мечи по остроту 3, также кирка, вампиризм и яд. Хотя, если этот меч объединить даже с вот этими двумя мечами, то уже получится довольно-таки неплохая сумма за такой меч. Потому что тут есть и вампиризм, и яд. Пласт там 40 тысяч монет, алмазный шлем за 4. Так, эффективность. В общем, не особо круто. В итоге тут незеритовый лом, который стоит максимум там 200к пласт. Ну, короче, с этого шалкера, допустим, мы как-то выручим 400 тысяч. Ну, а потратили мы 700. Так что мы пока что выходим в минусе. По идее, после Афинки у нас вообще идет какая-то черная полоса. Но я надеюсь, она у нас решится реально. Ну, потому что Афина это уже имба. Это просто у меня такого еще никогда не было, и я в ахере просто. Ну, поэтому переходим к следующему. Опа, интересно, за 4 миллиона 500. Тут написано, что у нас есть отмычка к сферам. И, конечно, это просто наебалово, но я понял. Ну, у меня был такой, знаете, вариантик все-таки, как будто бы тут реально могла бы быть отмычка к сферам. Но в итоге, что у нас тут реально имеется? Золотое яблоко, алмазный топор, там, алмазная лопата на эффективность. Так, меч тоже говно, говно, говно. Полное говно. И в итоге этот шалкер даже не стоит, ну, 300 тысяч монет. А потратили мы на него 4 500. Так, нужно, нужно выбирать тщательней. Надо выбирать уже тщательней. Такой вот интересный шалкер за 900 тысяч монет. Написано, огромное количество тучар книг. Давайте посмотрим, что тут у нас имеется. Опытный, эффективность, 1 защита, 1 взрывоустойчивость, невесомость, сила опытный. Никакой, конечно же, почин шипы 3, и зато починки, к сожалению, нет. Удача, в общем, ну, плюс 200 тысяч. Мы с этого золотали, потратили 900. Ну, блин, это мега очень херово, очень херово. Давайте следующий. О, вот такой выловил за 200 кусков. Увидел, тут есть... Ааа, я думал, тут пузырьки опыта будут, ладно. Я увидел тут бутылочки опыта, как будто бы были, но это оказались обычные бутылочки. Ну, короче, тут мы получаем с этого, к сожалению, наверное, просто 0 монет. 450 тысяч, написано, огромное количество тотемов бессмертия. Конечно, вот они, вот они, мои любимые шалкеры с тотемами бессмертия. Да, детка, просто бьёбаные камни за 450 кусков. Как же я вот это люблю. Бля, ну просто жесть. Ну, минус, в принципе, 450 тысяч. Как всегда, как всегда. Моё любимое. Вот это вот вообще вкус, вкус детства, ебать. Оба, купил ещё один за 79 тысяч. И давайте посмотрим, что тут. Во-первых, алмазный меч и алмазный нагрудник. Понятное дело, что мы получаем с этого шалкера 0 монет, но сам шалкер у нас минимум стоит соточку. Поэтому я считаю это плюс. Но по нашей рубрике, так сказать, мы всё равно уходим в 0. Потому что тут, как бы сказать, у нас, ну, ничего нет. Есть обычно алмазный нагрудник. Шелл реально потратил, видимо, 8 алмазов для того, чтобы сделать алмазный нагрудник. Не знаю, нахера, зачем, но он гений, я считаю. Купил за 300 тысяч пёрки. Давайте посмотрим, что у нас тут за пёрки. Во-первых, удача, пузырьки опыта. О, пузырьки опыта это уже стоит у нас 150 кусков. Так, дальше у нас 3 зубец, вот эти стрелы. Так, мечи опять на староту 3, огромное количество. Но, в принципе, с этого шалкера мы, можно сказать, и получили 300 кусков. Я, правда, не знаю, сколько стоит удача 3. Я думаю, она стоит нормальных денег. Хотя, ну, тут чареные кирки нельзя посмотреть, сколько они стоят. Именно сами зачарования загуглить. Но, я думаю, что она должна стоить денег. Это удача 3. В общем, можно сказать, что мы даже получили 400 тысяч. И поэтому это реальный какой-то окуп. Купил за 300 тысяч. И тут написано какая-то очень странная хрень с названием кустик. Я, правда, не знаю, что это, но давайте посмотрим. Невероятно редкая вещь, можно выловить с шансом 0.1%. То есть, у нас есть кустик. Так, это круто. Дальше у нас есть чародейская книга на прочность 3. И, в принципе, на этом все. Что у нас такое кустик? Я не знаю, что это за дичь, но выставил я ее за полмиллиона монет. Но, как видим, у меня ее не скупают. Значит, она просто ничего не стоит. Поэтому можно сказать, что я получил с этого шалкера. Но 1050, я думаю, прочно стрим можно продать. И, к сожалению, мы все равно уходим в минус. Хотя у меня есть кустик, и он довольно-таки редкий. Можно выловить с шансом 0.1%. Поэтому, ну, видимо, это очень круто. Вот эта вот очень интересная лотерея мне нравится. Мистический шалкер. Во-первых, тут повышен шанс на мечи. В общем, какая это штука? Я не знаю, люди начали очень часто его выставлять. В чем суть этого шалкера? Некоторые, бывает, просто копируют и кладут туда полную хрень. Ну, в общем, что это такое? У нас это типа open case какого-то кейса, как CSGO, короче. Во-первых, у нас есть шанс на изумрудный меч 80%. Меч титана у нас 65%. Меч полукруша 7%. Меч круша 0.6%. Поэтому мы ставим и открываем, и смотрим. У нас, конечно же, выпадает изумрудный меч. Поэтому у него шанс, конечно же, на него 80%. Ну, никто, конечно, туда и не выставляет, как бы, меч крушителя. Но сама затея, это, в принципе, прикольная, я думаю. Типа так, если реально ложить туда иногда разные мечи, то довольно-таки это круто. Но также мы ушли в минус на полторы тысячи монет. Получили, в принципе, ноль. Опа! Выловил такой за 4 тысячи... За 4 миллиона, точнее, монет. Написано, что у нас там есть Незеритовый аж шлем. И вот это как раз-таки интересно. Давайте посмотрим, что в нем у нас лежит. Ух, 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 ехать! Вот это вкусно. Во-первых, у нас есть Незеритовый нагрудник. Так, защита 5, ШП2, прочность, огнеупорность. Так, Незеритовый шлем, который нахрен сломан. Дальше Незеритовые поножи, которые почти сломаны. 2 чар яблочка. Тотем бессмертия. Вот этот интересный меч, но на нем нет остроты. Вы че, серьезно? Да, охренеть, меч просто без остроты. Ну, допустим, такой нагрудник мы можем продать за полторы. Ну, где-то, да, полторы тысячи монет. Только она без прочности. Ну, где-то, возможно, кто-то и купит. Дальше такие поножи, не знаю, за 700, допустим. И такие можно выстоять там по полмиллиона. Возможно, кто-то и словит, подумает, что... Ой, как дешево и купит. Ну, и такой меч под видом. Короче, 2 миллиона с этого шалкера, я думаю, мы где-то лутаем. Поэтому не забывайте, что в этом шалкере где-то находится Афинка. А в этом теперь шалкере находится у нас целая Незеритовая броня. А координаты, вот они. Вы их сейчас видите на экране. Можете приходить. Лутация. Все, координаты я скрываю. Онли элитры написано и стоимость 650 тысяч монет. Ну да, такие же онли элитры, как были, я не помню, что тут полностью из камня состояло. А, типа тотемы бессмертия. Ну, такие же онли элитры. Да, вот это кайф, вот это лютый кайф. Покупаю вот такой вот интересный шалкер за 2 миллиона 700 тысяч, где написано огромное количество вспышек. Оба. У нас тут что-то реально есть. Вспышка раз, вспышка два, вспышка три, четыре, пять. Дальше у нас сопли флэша раз, два. Дальше взрывное исцеление это полное говно. Сопли флэша три, сопли флэша четыре. И обычная регенерация. Во-первых, сколько у нас стоит аксерч сопли флэша? Вспышка у нас стоит приблизительно 150 тысяч монет. В общем, с этих, так сказать, пяти штучек мы получаем уже где-то 800 тысяч монет. Дальше сопли флэша. Но тут какие-то прыгучесть, скорость, прыгучесть, скорость, скорость, прыгучесть и скорость. Я не нахожу, сколько они стоят, но они абсолютно разные. Вот есть какая-то сарана, но это сфера, это не то. В общем, я не знаю, за сколько их можно продать, но я думаю, тоже по 150 тысяч довольно-таки их можно купить. Поэтому, я думаю, мы потратили на этот шалкер две. Ну, мы получили где-то миллион двести тысяч, а потратили два миллиона семьсот тысяч монет. Давайте переходим к следующему. Опа, два миллиона монет было потрачено. Написано, что тут есть зелье отрыжки. Ну, да, 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 да. Просто, господи, блядь, в какой же ёбаный шалкер у меня просто попадается сраный камень. Это просто меня так уже вымораживает. Пипец, я трачу столько денег. Вот просто миллионов десять я проебал на то, что просто получил шалкера тупо с камнями. Ну, это просто пипец какой-то. Я просто не могу. И вот где мне брать деньги на следующую плароверку шалкеров, я не знаю. Давайте купим сейчас последний шалкер. Ну, как минимум, у нас есть ещё Афина. Ну, мы её вывели. Она, конечно, будет лежать в шалкере. Но всё же, хотя бы мы получили сегодня Афину. Давайте найдём ещё какой-нибудь интересный шалкер, буквально за три миллиона монет. И, возможно, он у нас будет каким-то мега окупным. Купил за 800 тысяч, потому что написано «Ботинки Крушителя». Ау. 800 тысяч? Так, ладно. Реально, вроде 800 тысяч. Во-первых, ну, тут ботинки Крушителя типа. Ну, они сломаны просто в нулину. Но и также на них нет починки, к сожалению. Но сам факт того, что это типа ботинки, ну, крутые ботинки. Их реально можно продать за, там, миллион, допустим, если чел просто не посмотрит, что они сломаны и там нет починки. Ну, я по случайности реально так иногда покупал. Вот, ну, есть алмазная, зато у нас лопата с починкой, между прочим. И довольно-таки... Ну, я думаю, этот шалкер стоит миллион монет. Ну, поэтому вот можно сказать, мы ушли в окуп на 200 тысяч. В итоге мы получаем с этого шалкера миллиона, потратили 800. Ну, давайте сейчас найдем, наверное, последний шалкер за 2 миллиона монет. Уж точно теперь. 2 миллиона монет. Не знаю, что тут находится, давайте смотреть. А, ну, просто, да, я всрал 2 миллиона монет. В общем, ребят, к сожалению, на этом наша серия и подходит к концу. Координаты я показывал уже этих всех шалкеров в видеоролике. Можете приходить, забирать. Тут есть сет крушителя, ботинки крушителя, некоторые очень крутые зельки. И даже сфера Афины. Поэтому можете приходить и все это забирать. А вы не забывайте участвовать в розыгрыше на герцога. Писать комментарии, ставить лайки, подписываться на канал. На все комментарии я отвечаю. Все комментарии, конечно же, я лайкаю. Также пишите, какие рубрики вы еще хотите видеть на моем канале. Возможно, я к вам прислушаюсь и сделаю такую интересную рубрику. Ставьте лайк за проверку шалкеров и пишите плюс, если хотите битву шалкеров. Всем спасибо, всем удачи и всем пока, ребят.